Шикарное наследство Ширвинда может уйти в чужие руки. У президента Московского академического театра сатира Александра Ширвинда, ушедшего из жизни 15 марта, осталась недвижимость в знаменитой высотке на Котельнической набережной в Москве. Адвокат Юрий Шель рассказал, кому может достаться многомиллионное наследство артиста. Как пишут журналисты, актер всю жизнь прожил с жимой Натальей. Других женщин в его биографии не было. В браке у пары родился сын Александр, который впоследствии стал известным телеведущим. При этом 89-летний Ширвинд успел уже стать прадедом. С 1965 года семья актера проживает в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Кроме того, в собственности пары значится загородный дом в поселке Нил, который построил дедушка Наталья. Жена и сын Александра Ширвинда будут наследовать 50% имущественной массы. Но если мать у нотариуса откажется от своей доли в пользу сына, то все перейдет ему, сказал адвокат Шель в беседе со зданием. При этом он подчеркнул, что внуки и правнуки в число наследников не входят. Александр Ширвинд скончался в больнице 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. В 2022 году у него диагностировали стенокардию. Ранее уехавший из России юморист Максим Галкин высказался о смерти Ширвинда. Он назвал актера циником с любовью к людям. Смерть легендарного Александра Ширвинда потрясла актерскую тусовку. Знаменитый актер и режиссер скончался в больнице. После себя Александр Анатольевич оставил солидное наследство, недвижимость в Москве, автомобили, счета в банках. По закону, все нажитое имущество должно достаться супруге Ширвинда и его единственному сыну. Впрочем, не исключено, что часть наследства может уйти в чужие руки. Известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник оценила риски. Если Александр Анатольевич составил завещание, то наследство будет распределено согласно его воле, говорит неизменный адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но в случае, если завещания нет, то наследником в первую очередь является его супруга Наталья Белоусова, единственный сын Михаила. От всего имущества, оформленного в браке на Александра Ширвинда, вдова до раздела наследства, имеет право потребовать ровно половину. И только потом остаток, вторая половина нажитого имущества, будет разделен между другими наследниками. Внуки и правнуки наследниками в первую очередь по закону не являются, но они могли быть указаны в завещании. Вербицкая-Линник знает, что после ухода знаменитостей очень часто объявляются внебрачные дети, которые тоже хотят стать обладателями наследства. Так называемые посмертные наследники явления достаточно распространенные, объясняет Вербицкая-Линник. Они могут утверждать, что являются, например, внебрачными детьми ушедшего актера или режиссера. Им в первую очередь необходимо подтвердить радсвод. Для этого судом может быть назначена судебно-генетическая экспертиза ДНК. Эти появившиеся наследники действительно имеют право требовать выделения своей доли, так что не будь мудрой матери и верного брачному замотца, сын Шервинда вполне бы мог не только получить иски об оспаривании наследства, но и лишиться его значительной части. Однако, с учетом прав Натальи, я думаю, этого не произойдет. Продолжение следует...